Глуповатый, но визуально-изобретательный боевик с Джейми Фоксом и Джозефом Гордоном Левитом в главных ролях. В новом видео мы более подробно расскажем о том, каким получился фантастический фильм от Netflix и стоит ли его посмотреть. В Новом Орлеане большая проблема. По городу с огромной скоростью распространяется новый наркотик, дающий принимающему случайную суперсилу или, как вариант, вовсе его убивающий. За него ответственна огромная корпорация, которая благодаря таким полевым тестам хочет продемонстрировать потенциальным покупателям, всяким мафиози и правительствам стран третьего мира силу своего препарата. К руководству корпорации пытается подобраться Арт в роли Джейми Фокса, мужчина, чью дочь похитили, и использует в качестве источника сырья для препаратора. Чтобы добраться до верхов, он похищает школьницу дилера Робин, а ей на помощь выдвигается Фрэнк, с лицом Джозефа Гордона Левитта, чуть ли не единственный честный коп в городе, правда тоже принимающий силу, чтобы просто сравнять шансы. У оригинальных боевиков от Netflix уже успела сформироваться весьма нелестная, но в общем, справедливая репутация серых бэшек, второсортного развлекательного кино, которое не жалко посмотреть на телевизоре взамен большому экрану. Почему так вышло и главное, зачем Netflix продолжает производить всякие яркости и старые гвардии? Понятно, специфика стримингового сервиса диктует то, что платформе по сути нужны не столько хорошие фильмы, сколько приемлемые, сносные, достаточно нормальные, чтобы люди не переставали платить за сервис. В каком-то смысле это современная интерпретация культуры Грайндхауса, когда в дешевых кинотеатрах люди платили деньги не за просмотр конкретной картины, а за длинный сеанс с несколькими фильмами подряд. Соответственно, забивали эти сеансы всем, что под руку попадется. Другой вопрос, что и среди Грайндхаусных фильмов попадались бриллианты. Категория B все же условное культурное определение, а не приговор и не гарант низкой художественной ценности. Вот и в случае проекта Power. Раньше времени отчаиваться не стоит? Да, эффекты выглядят дешево, да, все здесь вторично, неровно и неумно. Но для хорошей бэшки вторичность классический атрибут, а глупость визитная карточка. Проект Power при всех оговорках скорее хороший. Как и яркость Дэвида Эйра, фильм интегрирует фантастический концепт в классический жанровый шаблон, только не полицейский боди-муви, а кино о противостоянии антигероя с темным прошлым и некой большой преступной организации, чаще всего наркокартеля. Только здесь наркотикам выступают буквально суперсилы. И хотя в смысле фабулы это мало что меняет, легко можно представить картину с абсолютно тем же сюжетом, но без всяких сверхспособностей, включение фантастики полностью меняет кино пластически. Очевидно, что для проекта Power не столь важны нехитрые сценарные перипетии, сколько допинговый мордобой и визуальное ухищрение специалистов по графике. И тут фильм действительно способен приятно удивить, забудем про огрехи компьютерной анимации, сам экшен здесь акробатический и нарративно-изобретательный. Каждую погоню и драку авторы интересно обыгрывают вокруг той или иной суперспособности. Самый впечатляющий бой, например, снят из-за стекла камеры, в которой медленно замораживается несчастная девушка. Видно, что режиссеры очень хотели сделать весело и креативно, и уже заодно это стремление, а точнее за то, как оно выражается в фильме, проекту Power многое хочется простить. И на этом наша рецензия на фильм подходит к концу. Если вам понравилось, то поддержите это видео своим лайком и подпиской на канал. А если среди наших зрителей уже кто-то посмотрел фильм, то что вы думаете о проекте Power? Своё мнение вы можете написать у нас в комментариях. А с вами был канал Любовь, Смерть и Гики.